АВТОШКОЛА ФАВОРИТ Соревновательная пора только началась, а другие, напротив, закрыли сезон. С них и начнем наш выпуск. Мотокросс. Уссурийские гонщики – главные претенденты на золото по итогам сезона. Бокс – первые медали в спортивной карьере для молодых боксеров. Велоспорт. Завершающая гонка прошла между селами округа. Мотогонщики Приморья закрыли соревновательный сезон. С весны на краевых мотокроссных трассах шла борьба за лидерство. Уссурийская команда в главных претендентах на золото сезона. Но все решалось именно на нашей домашней трассе. Заключительный старт сезона прошел в Уссурийске. Хозяева все этапы держались на лидерских позициях. Дома нужно было закрепить свой результат. Что и сделал самый юный участник гонки Сергей Юхнов. Четырехлетний спортсмен стал лидером сезона в 50 сантиметров кубических. В перерыве между стартами детей на посты заступали родители. Папы – главные механики. Проверяли техническую часть мотоцикла и очищали его от грязи, которая оказалась немало после затяжных дождей. Да и организаторы дополнительно палили трек. Это так и должно быть. Это настоящий мотокросс. То есть вот именно вот сейчас грунт такой. Раскатали специально перед гонкой. Среди гонщиков на мотоциклах с кубатурой 65 у сурийцев в лидерах не оказалось. Зато 85 и 125 сантиметров кубических абсолютный чемпион Никита Каравко. В классе 85 выступала единственная девушка Ольга Верясова из партизанского района. Всего год как мотогонщица в седле. По стопам отца оказалась в техническом спорте и под его же руководством готовилась к гонке. Папа – строгий тренер. Строгий. Что говорит? Говорит – газуй, газуй, не тормози. Неудачно уссурийские старты прошли для владивостокского спортсмена Егора Протопопова. На одном из виражей Егор потерял сознание и упал. Заезд остановили. Парню понадобилась серьезная медицинская помощь. В чувство гонщика привели, но участия в соревнованиях для Егора закончились. Дыши, дыши, дыши! Еще одно золото по итогу сезона у Петра Шевченко. Спортсмен выступал в классе профи, где гоняют мотоциклы 500 сантиметров кубических. Не увидели зрителя другого лидера этого класса, младшего Шевченко Глеба. Гонщик с командой уехал на соревнования в Корею. Если одни отсутствовали, то другие напротив прибывали. Из тренеров в гонщике вернулся Сергей Казаков, чемпион мира по ледовому спидвею 1982 года. Даже не знаю, как это объяснить. Просто мотоцикл свободный стоял. Думаю, выйду. Для себя перед гонками на льду немножко размяться. Думаю, что уже. Последний мотокросс, закрытие сезона. Потихонечку потренируюсь, разомнусь. Они готовятся больше, чем молодежь. Они готовят молодежь, а потом готовятся сами, потому что у них больше работы получается. В два раза. Ну и так вот Артеменко у нас находится на трассе. Постоянно тут подравнивает, воду спускает, шевелится. Движение – жизнь. В ветеранском классе Казакова обошел его одноклубник Владимир Матяш. В любителях золотом отметился тоже усырец Александр Ковальчук. И по итогу сезона местная команда у ЛРЗ оказалась на вершине пьедестала. Первые медали не просто в учебно-тренировочном году, а в спортивной карьере у маленьких боксеров. Более 60 пар сошлись в ринге. Самыми юными участниками спаррингов стали шестилетки. 120 мальцов стали участниками соревнований по боксу. Вместе с усырицами в ринг вышли спортсмены из других городов Приморья. Для детей это первые соревнования в учебно-тренировочном году, а для некоторых и первые в спортивной карьере. Малыши старались применить и весь известный арсенал, а родители срывали голос, поддерживая юных бойцов. Внимание родителей, какой шум, сколько болельщиков, крику, визгу, слез обязательно проиграл, плачут они, и родители вместе с ними плачут. По итогу соревнований усырийские боксеры оказались первыми в общекомандном зачете. Следующие соревнования в зале бокса пройдут в конце ноября. Уссурийцы примут в своем ринге гостей на турнире памяти Горбачева. Впереди короткая реклама. Далее о выпуске узнаем сильнейшие детские команды по футболу и проедем по маршруту велогонки между селами Уссурийска. Детские футбольные команды определили лидера этого сезона. Завершилось первенство Приморского края по футболу. Финальные матчи прошли на поле локомотива. В финальные матчи первенства Приморского края отыграли юные футболисты. Среди детей 10 и 11 лет в отборочном розыгрыше стартовало 25 футбольных дружин. Сначала команды сыграли в подгруппах. В полуфинал прошли составы двух уссурийских клубов. Мостовик 2006 и Локомотив 2006. Мостовички не смогли остаться в борьбе за медали, а вот дети Лока попали в финальный розыгрыш. Решающие матчи прошли по круговой системе, где встретились подопечные Александра Левошко, Локомотив, воспитанники его сына Сергея Левошко из луча энергии Владивосток, а также Находкинские океаны и новая энергия из краевой столицы. Последние остались в шаге от призов. Уссурийцы с бронзой вперед хозяева пропустили океан и луч энергию. Среди команд 2005-2004 годов рождения также отборочный этап. Прошли уссурийские парни из команды Локомотив. Выйдя в финал, хозяева поля выиграли два матча из трех, но по заработанным очкам стали лишь бронзовыми призерами. Золото у Находкинского океана, серебро у шахтера из Артема. Велосипедисты наслаждаются последними теплыми деньками осени. Красоту природы велолюбители наблюдали во время гонки. Между селами Долины и Баневурово прошли соревнования с раздельным стартом. Спортсмены проколесили 17 километров за медалями. Велолюбители завершили сезон на уссурийской гонке. 16 спортсменов задолго до старта приехали к месту сбора. Всем необходима разминка, чтобы проверить велосипеды перед заездом и немного размяться. Президент Уссурийской федерации велоспорта Александр Андреев с собой привез даже специальный станок. Вообще это зимний вариант велосипедизма в Уссурийске. Но также он используется для разминки. Для чего? Потому что он позволяет контролировать пульс. Просто катаясь невозможно держать постоянный пульс, который запустит все механизмы спортивные в человеке. Первый такой станок свой я поломал на второй день. Я на скорости 60 км в час летел с него и ударил, проломил педалью, в общем, один из волок. А так я даже могу попробовать без рук. Гонка проходила с раздельным стартом. Каждую минуту новый спортсмен выезжал на дистанцию. Первыми преодолевать 17 километров отправились женщины. Всего две участницы решили состязаться с мужчинами. У женщин мало, я думаю, может быть бояться, может быть это тяжело, потому что это очень тяжелый вид спорта, циклический вид спорта, где нужно часами сидеть в седле и крутить педали. Это очень тяжело на самом деле. Расстояние пролегало от села Долины до Бодневурова. Там развороты и в обратную сторону, в финишной черте. Маленькое время между стартами участников позволяло держать соперников в поле зрения. Минутный интервал дает шанс участникам видеть участника, который вставал перед ним. И таким образом они тянутся друг за другом, участники. Их результаты улучшаются. В тройке лидеров оказались гости из Владивостока. За 25 минут Евгений Витмановский проехал дистанцию и финишировал первым. Его земляки Александр Адаменко и Константин Селюков замкнули тройку призеров. А вот уссуриец Виталий Михеев остался в шаге от призов. Ему не хватило минуты до призового места. Сегодняшний выпуск завершен. Это была программа «Неделя спорта». В студии работала Наталья Зайцева. До встречи!